Саргас. В одной из книг вы пишете, что правда должна быть однозначной. Значит, уклон от ответа, выход его в абсурдный характер и прочее считается ложью. Значит, и ошибка равно ложь, даже если она привела к неправильной интерпретации слов. Но у каждого свое восприятие и чистая правда может быть непонятно. Например, является ли ложью ответ на вопрос. Да, ой, нет, извини. Чего? Всем привет, с вами Саргас. Вот такое примерно письмо я получил от своего ученика. Слегка бессвязно, понимаю, но я постарался зачитать его максимально близко к тексту. Что я хочу сказать в ответ на этот вопрос? Я уже записывал видео об ирландской правдивости. И, на мой взгляд, не стоит воспринимать все настолько буквально. Человек может ошибаться, со временем менять свое мнение, развиваться, получать новую информацию. Вот спросите у одного и того же человека, когда ему 5 лет, 10, 25, 80, что такое счастье. Он в каждой из этих периодов своей жизни ответит по-разному. Это же не значит, что он лыгал. Просто люди меняются. Вы сегодня и вы через 20 лет – это совершенно разные люди, которые объединены, ну, разве что каким-то общим опытом и общей душой, которая дает примерные ориентиры для развития, но при этом не загоняет вас в рамки. Но очень странно воспринимать мои слова буквально. Неважно, где они сказаны – в книгах, в видео, в лекциях школы практической светлой магии. И над всем стоит поразмыслить, сделать какие-то собственные выводы. Я не так давно составлял методичку для бесплатного мастер-класса и там привел пример, что есть люди абсолютно без фантазии. Не хочу никого обидеть, но, к сожалению, это так. И мне некоторые ученики пишут, в Саргас я не понял, нужно ли тушить свечу после проведения ритуала. Поэтому я просидел перед свечой 8 часов. Мне, честно говоря, не пришло такое в голову, что кто-то из моих учеников может додуматься 8 часов сидеть на одном месте. Это похвальная выдержка, никаких вопросов. Но, на мой скромный взгляд, стоило просто проанализировать ситуацию. То есть подумать, насколько это применимо в жизни. Мог ли я такое рекомендовать, если предыдущие 20 практик были адекватными. Поэтому и касательно правдивости, и касательно других философских и эзотерических каких-то учений, вопросов, стоит все-таки прислушиваться, разумеется, к учителю, но пытаться делать собственные выводы. Как вы помните, я всеми силами пропагандирую критический подход к магии. Я говорю о том, что каждый должен жить своим умом и проверять всю информацию на собственном личном опыте. Поэтому воспринимать мои слова дословно крайне странно. Приведу еще один пример напоследок. Когда-то, лет 12 назад, я не знал, что инкубы и суккубы – это один и тот же тип демонов, который может менять свой пол. И, судя по всему, где-то, когда-то, лет 10 назад, записал видео, где описывал их как отдельных сущностей. И спустя 10 лет, сравнительно недавно, я записал видео об астральных сущностях, ну, может быть, пару лет назад. И рассказал о том, что все-таки инкуб и суккуб – это один и тот же демон, который меняет свой пол. И мне припомнил один из подписчиков, что 10 лет назад я не договорил эту информацию. Я просто не знал эту информацию. А я, как и вы, уважаемые зрители, постоянно развиваюсь. Я читаю новые книги, изучаю новые магические концепции. В конце концов, опять же, я могу в каких-то вопросах поменять или расширить свое мнение. Это нормально. Если бы я оставался таким же, как был 10 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад, то я не думаю, что вам было бы интересно смотреть мои видео. Особенно на протяжении сколько-нибудь длительного времени. Человек, как правильно подметил один блогер, конечен. Его жизненный опыт, его понимание жизненных ценностей, его эрудиция – конечна. Но если вы постоянно развиваетесь, то этот запас пополняется. Если вы получаете новый жизненный опыт, этот запас пополняется. И именно так можно писать книги. Нельзя сидеть в комнате, когда вам там 15, и не видя мира, не зная жизни, написать хорошую книгу. Ну, может быть, одну можно, но одна, вторая, третья, и у вас просто закончится о чем рассказывать. Потому что ваш разум конечен. Я, как человек, который дописывает пятую книгу, с уверенностью могу сказать, что без нового опыта, без новых книг, без новых осознаний и размышлений невозможны никакие изменения, и невозможно делиться информацией с другими. То есть человек бы просто топтался на одном месте и рассказывал из пустого в порожнее. Годами. Как иногда происходит у каких-нибудь старых профессоров в университетах. Что ж, я надеюсь, примерно ответил на ваш вопрос. И не столько дал информацию по конкретному вопросу, сколько, я надеюсь, дал пищу для размышления. Не останавливайтесь на достигнутом. Развивайтесь. Получайте новые знания и новый опыт. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт magsargas.com. Обращайтесь за магической помощью. И вступайте в школу практической светлой магии. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok